Девушки отдыхают Как выразился отец BioShock, это будет менее масштабный, но более творческий проект, что ждет полюбившуюся игрокам серию. Издательство заверяет, что вселенная BioShock предоставляет множество вариантов для ее развития, так что новая игра определенно будет. Однажды. Другое дело, что многие бывшие сотрудники Irrational Games уже нашли себе работу в Crytek, BioWare, Bethesda, Turtle Rock и других компаниях, поэтому можно предположить, что развитие франшизы поручат 2K Marine, разработавший ничем не выдающуюся вторую часть. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии в сегодняшнем выпуске. Авторы Guitar Hero работают над музыкальным шутером. Все хотят делать игры для ПК. Первые геймплейные кадры The Oda 1886. Студия Harmonix рассудила, что после Rock Band, Guitar Hero и других музыкальных игр у нее достаточно опыта, чтобы взяться за что-нибудь другое, например, за мультиплеерный шутер. Правда, совсем отходить от акустической темы коллектив не стал, так что стрелять и двигаться в хрома придется ритмично. Идея подчинить классический геймплей музыкальному темпу выглядит интересной, но как это будет реализовано, студия пока не распространяется, лишь намекая на столкновение приверженцев различных стилей музыки и возможность изменять арены своим звучанием. К счастью, в нелегком деле разработки Harmonix напоминает студия Hidden Path Entertainment, создавшая Counter-Strike Global Offensive. Продюсер Deep Down Казунори Сюгиура поделился новыми подробностями проекта. Возможности выбора пола для своего персонажа не будет, поскольку Сюгиура-сан говорит, что лишь герой-мужчина вписывается в сюжет ролевой игры. Кроме того, сложность будет зафиксирована, однако Capcom может изменить ее, опираясь на впечатление игроков. На старте Deep Down предположительно всего четыре вида оружия — одноручные и двуручные мечи, а также щиты и копья. Однако и о ней стоит забывать, что условно-бесплатная RPG разрабатывается с учетом долговременного развития, так что после релиза нас ждут различные новшества и дополнения. Из выпуска в выпуск мы продолжаем приносить вам вести о противостоянии консолей. В этот раз масло в огонь священной войны подлил Хидео Кодзима. Маэстро сообщил, что Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes на PS4 будет исполняться в честном Full HD, а Xbox One будет растягивать картинку с разрешения 720p. При этом обе версии похвастаются 60 кадрами в секунду. Если сопровождавшие информацию комплименты в адрес консоли от Sony можно списать на японский патриотизм, то возразить что-либо на конкретные цифры фанатам Microsoft будет трудновато. Ну а чтобы все не передрались, ловкий Кодзима объединил публику сравнением графики на консолях текущего и прошлого поколений. Здесь даже обсуждать нечего. PS4 и Xbox One вчистую выигрывают у своих предшественниц как в детализации, так и по части плавности анимации. Ведь на старых консолях Ground Zeroes работает при вдвое меньшей частоте кадров. Похожие вести пришли от Eidos Montreal. Грядущая Thief будет лучше исполняться на PS4, чем на Xbox One. Только в этот раз речь идет о разнице между 1080p и 900p, причем оба варианта работают с частотой 30 кадров в секунду. Режиссер игры Николас Кантин дипломатично отметил, что обе версии одинаково хороши, а заметить разницу смогут только люди с натренированным глазомером, таким же, как у Гаррета. Знаменитый создатель Gears of War Клифф Близинский дал интервью изданию Game as Utra, в котором сказал, что больше не заинтересован в выпуске традиционных высокобюджетных блокбастеров. Самое интересное, по его словам, сейчас происходит на рынке PC-игр, где рождаются динамично развивающиеся проекты вроде DayZ и Rust. Вся прелесть, говорит Клиффи Би, в том, что они отлично работают по схеме предоставления раннего доступа и постепенного улучшения на основе обратной связи от игроков. Ничего конкретного о своем новом проекте именитый геймдизайнер не рассказал, но ход его мыслей вполне понятен. Похоже, не один лишь Клифф видит в PC потенциал. На эту платформу обратили внимание даже создатели истинно консольной серии Final Fantasy. Продюсер Йосинори Китаси заявил, что Square Enix заинтересована в разработке новых игр с учетом их выхода на ПК. Давайте не забывать, говорит Китаси Сан, что мы создавали все три игры из серии Final Fantasy XIII на PC и затем уже портировали их на консоли. Не было никаких технологических препятствий для выпуска PC-версии, однако тогда была другая ситуация на рынке, да и появлялась проблема защиты от пиратства. Видимо, кусочек стал слишком лакомым, чтобы такой нюанс, как пиратство, смог отбить интерес у скворечников. Всем, кто соскучился по виртуальным скейтбордам, Activision спешит сообщить. Новая игра имени Тони Хоука находится в разработке. Подробности станут известны в скором времени, и пока что идите отрабатывать флипы, грэбы и мануалы. Как уже не раз отмечалось, одной из главных фишек Middle-Earth Shadow of Morda станет уникальная система развития врагов Nemesis. И если вы хотите оценить ее во всей красе, стоит рассматривать версию игры для ПК или новых консолей, поскольку разработчикам пришлось упростить Nemesis на PS3 и Xbox 360. В глобальном плане ничего не поменяется, говорят они, но уровень глубины, вариативности и симуляции работы системы на стареньких приставках будет не тот. Средневековая RPG Kingdom Come Deliverance получила одобрение Sony и Microsoft, а в офис студии разработчика Warhorse уже прибыли девкиты консолей. Зеленый свет на выпуск Next-Gen версии есть, однако перед боевой лошадью все равно стоит вопрос поиска издателя, который занялся бы коробочным релизом. Успех Deliverance на Kickstarter и высокий интерес к проекту со стороны игроков почти гарантируют, что поиски подходящей кампании не затянутся. Многообещающий проект заинтересовал даже Криса Робертса, который собрал на свою Star Citizen уже почти 40 миллионов долларов. Основатель Warhorse Даниэл Вавра выразил восхищение творчеством Робертса, последний тоже не остался в долгу. Слово за слово, и вот уже студии договорились об обмене опытом работы с CryEngine, который используется в их проектах. Независимые разработчики всегда должны держаться вместе. До сих пор PS4-эксклюзив The Oda 1886 демонстрировался только в виде концепт-артов и скриншотов, однако на прошлой неделе разработчики показали не только сюжетный трейлер, но и непосредственно геймплей. Если первый ролик пересказывает уже знакомые сведения об Ордене и продолжительной войне людей с полукровками, то кадры игрового процесса гораздо более любопытны. Прежде всего впечатление производит главный переход от роликов к геймплею. Графика от The Oda действительно ого-го какая. На общее погружение в игру работают и другие компоненты, включая минималистический интерфейс. Сам же игровой процесс будет насыщен перестрелками с применением необычного оружия, использованием укрытий и кьюти и сценками. Последние предложат некий элемент нелинейности, однако речь наверняка идет лишь о локальном выборе, не влияющем на события в целом. При всем при этом Radio Down заверяет, что главное The Oda — это история, повествование и постановка, поэтому нас ждет нечто большее, чем очередной забег с перекатами и укрытиями. Bethesda Softworks анонсировала дату выхода Wolfenstein The New Oda. Игра появится в Европе 23 мая. В качестве бонуса за оформление предзаказа коробочной версии покупателям предоставят возможность поучаствовать в бета-тестировании Doom. Сколь бы интригующим это ни было, конкретной информации о том, когда будет бета и будет ли она вообще, пока нет. Известно лишь, что речь идет о той самой игре, которую сейчас разрабатывает ID Software. Возможно, все это просто маркетинговый трюк, призванный привлечь внимание к невнушающему оптимизму релизу. Но будем надеяться, что оба шутера, о которых идет речь, не посрамят славных имен своих предков. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». В прошлый четверг до App Store наконец-то добралась Тингами. Дата выхода на PC и Wii U по-прежнему неизвестна, но если у вас есть iPad или iPhone, не пропустите это милое приключение, оформленное в стиле японской книжки-игрушки. 27 февраля Rayman Legends заглянет в европейские разделы цифровых магазинов Xbox One и PS4. С приходом на Next Gen платформер полностью избавился от промежуточных загрузок и сжатия текстур, так что нарисованный мир игры покажется еще более очаровательным. Все остальные релизы недели приходятся на пятницу, так что выходные будут очень нескучными. 1S Soft Club выпустит Tales of Symphonia Chronicles. Сборник для PS3 включает HD-переиздание Tales of Symphonia с PlayStation 2 и Tales of Symphonia Dawn of the New World с Nintendo Wii. Также в Castlevania Lords of Shadow 2 мы увидим продолжение истории Габриэля Бельмонта, больше известного просто как Дракула. Поклонникам Resident Evil стоит заглянуть в Steam, где они обнаружат переиздание классической четвертой части с подзаголовком Ultimate HD Edition. На консолях теперь уже предыдущего поколения выйдет Яйба Ninja Gaiden Z. Вариант слэшера для PC появится в марте. А пока вы будете отвлечены всеми этими релизами, на ваши экраны незаметно прокрадется опытный WarGaret. Следите за карманами, долгожданный релиз ты вблизко! Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда, в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, в которых мы расскажем вам обо всех самых интересных и важных событиях игровой индустрии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok